Как известно по инициативе главы государства, четверг каждой недели объявлен Днём профилактики правонарушений. В связи с этим во всех организациях страны, в том числе в подразделениях АГМК, в эти дни проводятся тематические мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения и профилактику правонарушений. Одно из них состоялось во Дворце культуры Металлург 21 декабря. Профилактическое мероприятие, организованное для работников Управления технологического транспорта и Управления социальных объектов АГМК, приняли участие представители мечети Рамазан Шариф, исполняющие обязанности начальника службы комплайнс-контроля АГМК Шухрат Джураев, первый заместитель начальника отделения внутренних дел АГМК ГУВД Ташкентской области Шухрат Артыков, заместитель начальника Управления технологического транспорта по сохранности товарно-материальных ценностей Атабек Махмадияров и другие ответственные лица. В ходе мероприятия обсуждались вопросы религиозного просвещения, духовно-нравственного воспитания, повышения правовой грамотности и ознакомления с некоторыми статьями Кодекса Республики Узбекистан, соблюдение правил, направленных на безопасность пластиковой карты, влияние азартных игр на психику человека и работа, проводимая на комбинате по противодействию коррупции. Выступая на мероприятиях, Юргашев отмечал, что вопросы религиозного просвещения, духовно-нравственного воспитания должны обсуждаться среди молодежи. Важно, чтобы каждый вопрос получал консультацию квалифицированных специалистов, чтобы молодежь грамотно познавала глубокий смысл и сущность ислама, глубже проникаясь его идеями, призывающими к добру, чтобы не путала с идеями различных религиозных, экстремистских, террористических течений. Шухрат Артыков в целях повышения правовой грамотности ознакомил участников мероприятия с некоторыми статьями Кодексов Республики Узбекистан, а также говорил о необходимости соблюдения правил применения пластиковой карты, направленных на сохранение ее данных, о соблюдении трудовой дисциплины. Подчеркивалось, что мы должны уделять больше внимания повышению эффективности мер по предупреждению и пресечению правонарушений, особенно среди молодежи. Кроме того, собравшимся напомнили о тлетворном влиянии азартных игр на психику человека. Шухрат Джураев остановился на вопросе борьбы с коррупцией и преступностью. Отмечалось, что 19 декабря 2023 года в Ташкенте состоялось важное международное мероприятие – церемония награждения Высокой международной премии по противодействию коррупции. В нем приняли участие представители международных организаций, делегации более 40 государств и лауреаты международных премий. Конечно, почетно, что в этом мероприятии приняли участие и представители Алмалыкского горно-металлургического комбината. Очередное мероприятие международного уровня, прошедшее в нашей стране, продемонстрировало широкой общественности и международного сообщества, что Узбекистан занимает твердую и смелую позицию в бескомпромиссной борьбе с коррупцией. Руководство нашей страны гарантировало, что этот процесс будет открытым, последовательным, продолжительным и будет осуществляться в рамках долгосрочной стратегии. Продолжение следует...